Вот такое, ребята, получилось коротенькое, но содержательное видео. Значит, это относительно губы. Я считаю, это вообще уже хамство высшей гильдии. Значит, 7000 человек ему помогают, да, и он так себя ведет по отношению к нам, к нашей помощи. Ну, вообще уже, не знаю. Судите сами, ставьте лайки или дизлайки, комментарии. Будем разбираться, да, с моими эмоциями. Значит, но поймите тоже, это психологический ход определенного уровня, да, то есть кнут и пряник еще никто не отменял. Вот, если люди не понимают так, значит, не понимают добро или держат добро за слабость, да, то мы покажем им слабость. Кстати, там вот этим полупокером в полукедах, которые раздают там адреса мои личные, вот, где я живу и что я делаю. Будьте тоже готовы. Я не пальцем деланный, не палкой, являюсь жителем Непала, являюсь жителем Непала. Так что смотрите, будьте тоже бдительны и аккуратны. Все явки, пароли, все известно, все нормально. Саша Маэстро вам базарит. Уважаемые зрители, здравствуйте, хорошего всем настроения, приятно очень с вами общаться. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И вот мы о чем сегодня поговорим в нашем видео. Значит, извечный наш губошлеп, мягко говоря, неправильно начал себя вести. В плане того, что люди, наверное, все-таки считают доброту за слабость, к сожалению. Некоторые. В том числе губа. Значит, пишите по этому поводу комментарии. Прав я, не прав. Я считаю так, ребята. Мне надоело приносить такую помощь, которая растаптывается просто ногами, просто растаптывается в ногу. Значит, этот ферзь, так называемый, да, только вчера я его отправил. Купил билет, купил пивка, сигарет. Он своими ножками, без кандалов, без всяких браслетов и пыток, сел в электричку и поехал в лобни. Но дело в том, что он проспал, куда-то уехал, накосипорил в лобни, в плане того, что сейчас по всей лобни разыскивают собаку. То есть он где-то подобрал собаку. Собака с ошейником. Собака, значит, ухоженная. Видно, что домашняя овчарка, большая порода собак. Довольно-таки крупная, так скажем. И он ее приволок туда, где должен находиться сам, в принципе. В тепле, накормленный и так далее и тому подобное. Но хозяин этого заведения посчитал, что нет возможности прийти, во-первых, эту собаку. Во-вторых, видно, что она чья-то. И заставил Валеру, чтобы он отвез собаку туда, откуда он ее взял. Потому что весна, может быть, кобель, значит, убежал от хозяев по каким-то своим вопросам, так скажем. И собаку эту наверняка ищут. Дали люди объявление. Тут же, видимо, было фото. Сфотографировали эту собаку. Дали объявление, кто потерял собаку. Тут же сейчас вечером нашелся человек, который ищет собаку. Обвинялись фотографиями. Все, сверили фотографии. Та собака. Но губа дошел до платформы. Значит, украл сигареты общаковские, украл пиво у ребят там, где он находился. Понимаете, да? Вот. Забрал гитару, все свои личные, личный скарб, не богатый, скудный. И свалил тупо, бросив собаку в неизвестном месте. Вот. То есть, этим самым он доставил еще проблем людям. Люди сейчас поехали, время 11 час вечера. Люди поехали искать эту собаку, чтобы найти ее. Вот степень доброты и ответственности нашего губы. Затем он приезжает на Савеловскую. Я не знаю, он звонил или ли придумал такую историю, что я подошел к губе. Я видел губу, да. Видел губу. Вот. Что ты творишь? Так и сяк. Вчера тебя отправил, ты опять здесь. Я сам решу. Ну, сам так сам. Вот. Значит, мое решение такое, ребята. Сам значит сам. Как мне говорят, я буду проходить мимо него вот так. Не вижу, не знаю и знать не хочу. Как он был демоном, как его гоняли здесь всю жизнь. Всю жизнь он шкерился по закоулкам. Никогда он не был в толпе с толпой. Никогда. Только в последнее время, благодаря Ли, благодаря Радио Башке, благодаря мне, благодаря Бомжур ТВ, он стал, более-менее к нему стали относиться как к человеку. То есть показали, что человек в беде, кто-то увидел в нем доброту, добрые глаза, но оказывается вот так. Поэтому я принимаю решение ни здрасте, ни до свидания, никакой помощи. Ребята, не переводите мне деньги, пожалуйста, в отношении губы. Никаких денег я ему передавать не буду, никаких вещей, продуктов и так далее я ему покупать не буду. Для меня этого человека как личности не существует. И сейчас я покажу дальше видео следующее. Уважаемые мои подписчики из Англии. Минтгаус Аклаускас и Михаил Карговский. Вы мне переводили донаты. Вот они, эти донаты. Это вот Аклаускас. А вот это Карговский. И вот этот донат принадлежит губе. А вот этот принадлежит бомжику. На сборку сумки, сигареты, крупы. Лампочку он там просил, свечи. Так как света у него нету, оказывается, в доме. Пока он его проведет там. Билет, сигареты, ну и так далее. Короче, сумку ему соберем и билет. Это принадлежит губе. Значит, так как я не хочу больше с ним общаться. Я вас просто заверяю, уверяю. И возврату ничего не подлежит. В плане моего решения. Уважаемый Михаил Карговский. Вот. Вы пару раз пытались, я понимаю, что вы хотели сказать данным сообщением. Вы пересылали скриншот в телеграм-канал Евгения Ли. То, что вы мне перевели пять тысяч. То есть, вы переживаете за эту пятерку, я так понимаю. И вы тоже это понимаете, что я понимаю. Так вот она. Значит, три решения. Три окончательных и бесповоротных решения я предлагаю на ваш выбор. Во-первых, все подписчики, пожалуйста, прокомментируйте данную ситуацию. Во-вторых, именно вы, Михаил Карговский. Значит, решение будет такое. Или я отправляю эту пятерку обратно вам. Или я на видео при всех отдаю ее завтра же. Хоть сегодня ночью прямо сейчас схожу. Эту пятерку Губе. Или, как говорит Сергей Крымский. Они ездили в Икшу к маме Губы, когда отвозили паспорт. Значит, там не то что мама. Это мы с Губой договорились, что мы поедем на эту пятерку к маме. Не в смысле на пятерку к маме. А мы поедем с этой пятеркой к маме и передадим маме эти деньги. Но там, оказывается, требуется денежка ребенку Губы. О чем мне сказал Сергей Крымский. Он сказал, Саня, я там... Даже не надо никакой машины. Я сам на электричке до Икши доеду. И передам. Соответственно, с видео. Со всем на свете. То есть, понимаете, да? Второе решение. Если я отдам ее завтра Губе. Где она будет к вечеру? Эта пятерка. Принимайте решение, Михаил Карговский. И пишите, пожалуйста, по этому поводу комментарии. Мои уважаемые остальные 7000 почти подписчиков. Вот. И дальше в видео будет влог из Лобни 9 апреля. Смотрим. Здравствуйте, Валерий Павлович. Хотим тебя поздравить с юбилеем 5-0 или 0-5. Вот 0-5 желательно. 5-0 не получается, да? Не, ну я чувствую себя гораздо моложе. Желаем тебе здоровья, счастья. И всего-всего, что ты себе в этом году пожелаешь. Ну, путевку, путевку. Ты вроде бы это, лотомиллион там говорят, что 2 миллиона 800 выиграл. Наверное, у тебя путевка в Крым, наверное, все-таки в этом году состоится. Ой, надеюсь. Черное море хочу. Ну, еще раз, Валера. С праздником тебе. Здоровья. Самое главное здоровья. И не бухать. Нет, сегодня выпей немного. Подписчики тебя вот поздравляют с юбилеем тебя. От одной подписчицы вот тебе гитара. Ой, спасибо. Ой, я сейчас ее настрою. Гитара тебе от подписчицы. Песеньки сегодня. Зовут ее Елена. Вот она тебе подарила эту гитару. Ну, скажи, Володя. Я скажу, Валера. Валера. С днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов. Спасибо, брат. Валера. Валера. Вот так вот мы живем. Гитара. Задывать было позже. Идем в варенье, Валера. Задывать было позже. Бульбаш, ну, скажи ты тоже пару слов. Опять я. Ну что опять я? Здравствуйте подписчики, здравствуйте Ну кто у нас смотрит, спасибо вам большое Вот мой брат Два Юра Самый лучший человек для меня У меня сейчас матери нету, а тоже нету Он заменяет меня всех Спасибо ему, что он привел меня сюда Спасибо Сергею Брат Сереге Квинскому Спасибо Сергею, что нас Он меня человеком сделал У нас принял тут Действительно пионерский лагерь Рай Ну сегодня они будут В кафе Рай называется Сейчас покажу Мы здесь находимся кстати Сегодня вот заказали Для юбиляра кафе Рай Кафе Рай Ну Валера покажи какую тебе Подписчица показала гитару Я еще не настроил Подарила Подарила гитару Вот смотрите Я настроил, спою песенки И прелюбимую Сегодня у Валеры будет праздник Приедут люди его тоже еще поздравлять Музыка будет играть Шашлык башлык Стол ему накроем Так что юбилей Так что юбилей сегодня будет У Амбы губы От всей души Нет, теперь Валерий Павлович А, Валерий Павлович Да, полтинник ему сегодня Да, извините Сегодня у него будет Валерий Павлович Все, с сегодняшнего дня Шепотом и на вы Согласен Сейчас мангал тоже подготавливают Сейчас он переоденется чуть-чуть Да, да, да Внезападно Приехали Скоро будете читать все-таки Кое-что интересное И комедийное будет сниматься кое-что Я с Крымским поговорю Я надеюсь, он мне поможет в этом вопросе Чтобы вы немножечко смеялись Удивлялись И прикололись Так что Вот так Сегодня чуть-чуть у нас Сегодня будут Дровишки вот заготавливаем Сейчас зажгем костерчик Пожарим шашлычок Ладно, до новых встреч Доброе время суток Уважаемые подписчики 17 апреля Суббота Пробежимся по салку Посмотрим Значит Губа уехал Вчера лобню Звонил я Сергею Крымскому Значит Ну там Не просто, не просто Но доехал Валера Значит Сейчас мы Поищем Космоса Подписчика Игоря Может быть Увидим Сашку Бомжика Огромное спасибо Человеку Из Англии За Донат То, что Перечислил На Сбор Сумки с продуктами Сашки Бомжику И на билеты До Архангельска Постараемся В ближайшие дни Купить Потому что К Пасхе Значит В последних числах апреля Будут билеты дорожать Я в этом уверен Всегда у нас так происходит Поэтому его надо купить заранее Уже пора Я думаю Значит Посмотрим на космос Вчера он вроде обещал переодеться Несмотря ни на что Хотя бы так Хотя бы чистые шмотки На грязное тело Но уже невозможно Он выглядит Ну и посмотрим так Общую обстановку На вокзале Что Чем занимаются Ребята Что Делают Делают Вот Идем Смотрим Спасибо Всем Спасибо Всем за поддержку Ребята Спасибо Что Не отписались Против очередных Оскорблений Угроз И всякое Еще там Вшивоты Спасибо огромное Разбираться Разбираться Начали люди Кто есть кто Мы еще не раз поговорим Об этом Спасибо Смотрим Дальше Идем по Савеловской Да Ну Игоречек У нас храпит Пусть храпит Подойдем попозже Жене Надо Позвонить Чтобы Поинтересоваться Есть у нее деньги На билет У меня к сожалению Для него нет пока В космос Все Вова уже Блядь Ёп твоё Берегись Это что Это что Это какие-то книги Вот Серега Беларусь Сидит Опять Ему принес штаны Утром С С Трусами Там С носками Опять Он куда-то Дел Не хочет Переодеваться Надо его Толкать Опять А Георады Из наших 7000 подписчиков Самых умных Самых Громовных Хотел бы Обратить Ваше внимание На один Маленький Момент То что Меня Смотрят По Рассказам Некоторых Личностей Всех Всем известных Меня Смотрят Недалекие Люди То есть 7000 Человек Нас Это не провокация И Не просьба От кого-то Отписаться Просто Задуматься Граждане Я Не считаю Своих Подписчиков За идиотов Я не считаю Своих Подписчиков За Каких-то Нехороших Личностей За исключением Некоторых Которые У меня в бане Которым 25 раз Объясняют Что Не приветствуются По моим правилам И по нашим правилам На нашем канале Оскорбления Будь то они В личный адрес Или в какой-то иной Но Задумайтесь Дебилы ли мы Или нет Кто имеет право Озвучивать Такую информацию Что мы Недоразвитые Ну Это так Отступление 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 От текста О! Двери сняли Пришло лето В Москву Никого Никого Нету здесь Из интересных Нам персонажей Сейчас схожу На базу Посмотрю там Что делают Ребята Еще раз Спасибо Что смотрите Еще раз Спасибо За поддержку Людей Только Прибавляется Никаких Изменений Это Радует Ребят Ну Зашел я На базу Черный Атлан Ну И парня Не Знаете Такой Чисто Залетный Нормальный парень Но Не стал я Короче Снимать Из-за Парня Этого Дима Его зовут Не Изъявил Желание Засветиться На камере Сидели Все вместе Купил Пиво Полтора Чуть-чуть Сигарет Отсыпал Бомжика Пока Не вижу Но Тут Информация Проскочила Меня Перекоробило Всего Где-то Сидит Губа С гитарой Вот Дай бог Чтоб Человек Ошибся Что это он Сейчас я иду Посмотреть Все-таки Еще кружочек Нарежу По Савеловской Посмотрю Неужели Это Так Мне с трудом верится Но все Смотрим 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 Смотрим